Эти формулы так трудно запомнить. Чтобы мозг работал, нужно подкрепиться. Так, посмотрим. Привет, ребята! Немного сахара точно не помешает. О, сладкое фруктовое наслаждение! Так-так, я... Давай сюда эту гадость. Но я их только что открыла! В следующий раз будь изобретательнее. Эй, попробуй вот это! Твой блокнот? Я не понимаю. Вау! Лиззи, ты гений! Я знаю, у меня талант к таким вещам. Для этой задумки нам понадобится блокнот и нож для бумаги. Вырезаем квадратное отверстие. Не бойтесь нажимать посильнее. Теперь вынимаем бумагу и кладем внутрь конфеты. Вот и все! Как я сама не додумалась! Оставь мне красненькие! Эй, чему вы там улыбаетесь? Улыбаемся? Ничего подобного? Вы выглядите подозрительно! Ладно, вернемся к химическим соединениям. Упс! Все-таки мы ее обманули! Прошу прощения, конфеты останутся здесь. Ну уж нет! Просто спрячу бутылку. О, она еще и ранца проверяет! Ну и вредина! Я знаю, что делать! Выливаем из бутылочки клей. Хорошенько промоем внутри. И пробку тоже. Вот так. Теперь чисто. Наливаем бесцветную газировку. С виду совсем как клей. Закрываем пробкой. Отлично! Готово! Эй, привет! Надо вытащить только самое нужное. Ой, чуть про клей не забыла. Твое здоровье! Освежает! Ты что, пьешь клей? Ну ты и странная. Я обожаю учебу. Ой, как же она шумит. Да, я вышла на новый уровень. Невозможно заниматься. Ты меня достала. Отстань, зануда. Можно мне сказать. У нее мобильник включен на уроки. Эва, ты знаешь правила. Сейчас же убери телефон. Ладно. Так тебе и надо. Какая невезуха. Хм, может удастся по-быстрому. Только чат проверю. Минуточку. Есть крутая идея. Нужно распечатать фото лица. Я такая хитрая. Итак, берем фото и мобильник. И совмещаем нужную часть лица с телефоном. Просто идеально. Теперь возьмем клей и смажем заднюю поверхность смартфона. Отлично! Приклеиваем фото к гаджету. Замечательно выходит. А сейчас попробуем это в действии. Держу мобильник перед собой. Вот так. Биология требует усердия и внимания. Ах, глазам своим не верю. Она опять с телефоном. Учительница, пожалуйста. Она снова за старое. Хм, неужели? Да, у нее в руках мобильник. Прямо сейчас. А вот я ничего такого не вижу. Дорогуша, не надо отвлекать класс. Я? Отвлекаю других от учебы? Это не честно. Сработало. Я выиграла. Еще немного и макияж готов. К такому образу нужны подходящие аксессуары. Ага, пришло время достать кое-что особенное. А вот и коробка. Привет, красота моя. Твое время пришло. Ха? Что там Дженнифер делает? Посмотрю-ка поближе. Вау! Классный браслет. Можно примерить? Эм, нет. Что такое? Она же знает, как мне идет зеленый. Оу, Халк звонит. Эва, я отвечу на звонок. Не трогай браслет. Даже не думай. Оу, она ушла. Это мой шанс. Лучше посмотреть, не идет ли она назад. Нет? О, привет, браслетик. Он такой красивый вблизи. Мне нравится. И на мне смотрится круто. Идеально подходит. Я была права насчет зеленого. Да, мой новый браслет. Классно, что ты заметил. О нет, она возвращается. Надо поторопиться. Что? Нет, этого не может быть. Он застрял. Это что, сжимающийся браслет? Нужна помощь. Лучше встать. Или подышать на него. Ну почему он не снимается? Ну давай, прочь с моей руки. О нет, она тут. Сделаю вид, что все в порядке. Надо еще написать Халку. Хм, что это с Эвой такое? Наверное, показалось. Стойте, коробка пуста. Коробка пуста! Эва, я сказала не трогать браслет. Ты о чем? Даже не пытайся меня обмануть. Дай сюда браслет. Ладно, ладно. Он у меня на запястье и не снимается. О, я могу его снять. Смотри, классная пила, правда? Что? Дженнифер, не надо! Шучу, вот ты наивная. Пила нам не нужна. Я знаю трюк с мылом. Давай руку. Фух, я думала ты серьезно про пилу. Нам нужны пакет и мыло. Хорошо, что мыло у нас есть. Нанесу его на пакет. И аккуратно размажу. Готово! Для следующего шага нужна рука. Засуни ее в пакет, а затем сними браслет. Вот так. Мыло и пакет помогут ему соскользнуть. Смотри, я же говорила. В смысле, предупреждала. Этот браслет хорош только на одном запястье. На моем? Что? Теперь и я не могу его снять. Ха-ха-ха, кажется, он и тебе не подходит. Шучу. Говорю же, на мне он идеально сидит. Дженнифер думает, что она забавная. Этот урок такой скучный. Думаете, учительница заметит, если я украткой перекушу? Просто невероятная вкуснятина. Да, здесь шоколадку не спрятать. И здесь тоже. Может, она влезет в пенал? Ну и как, скажите на милость, я должна это съесть? Может, мне просто нужно начать мыслить нестандартно? А, да! Хотите узнать, как использовать стикеры не по прямому назначению? Отрежьте половину упаковки, но не прорезайте ее до конца. Снимите одну часть и положите туда шоколадку. Поместите дольку сверху нижней половины. Продолжайте прятать кусочки по такому же принципу. Ну что, пора устроить небольшой тест-драйв. Теперь, когда вы захотите незаметно съесть что-нибудь сладкое, никто ничего не заметит. Какая же я умница! Солнечные лучи невероятно мощные. Уже звонок? Неожиданно! Что ж, продолжим после перемены. Понимаете, что это значит? Пора перекусить! И у меня как раз есть пакетик чипсов. С ароматом барбекю! Мой любимый! Включи мультики, пожалуйста! Девочки увлечены просмотром видео. Эй! Следите за чипсами! О, нет! Ну вот! Как они там оказались? Похоже, нам предстоит уборка. Думаю, я знаю, как решить эту проблему. Ну, вот и все! Ручки, конечно, универсальная вещь. На самом деле, у меня есть отличная идея. Нужно проделать в пакете отверстие вот так. И вы сможете удобно подвесить его между партами. Попробуйте сами! Разве не круто? Похоже, ты гений секретных вкусностей. Да, не без этого. Перемена окончена, ребята! Упс! Дожевываем. Тихо! Очень тихо! Не волнуйтесь, она не заметит! Пора проверить тесты по химии. Посмотрим, насколько плохо ее знают мои ученики. Еще одна двойка! Ужас! Следующий! Из-за этой работы я проколодался. Черт! И почему моему организму все время требуется подпитка? Здесь найдется хоть что-нибудь съедобное? Нет, здесь только куча двоек. Что это? Эврика! Вкусные конфеты – то, что нужно! Почему все так сложно? Ааа! Мои конфеты! Нужно скорее прибраться. Что же мне делать? Может, все съесть? Нет, не успею. Ааа! У меня идея! Где там мои маркеры? Нужно снять крышку снизу, а затем с помощью щипчиков достать стержень. Теперь, когда там пусто, можно высыпать внутрь конфеты. На вид обычный маркер. Эврика! Конфеты под рукой, а ученики ни о чем не догадываются. Пора перекусить! Очень вкусно! Теперь я готов к уроку. Мэдисон! Быстро к доске! Эм... Окей! Реши-ка это! Сейчас посмотрим, что у тебя получится. И пока она занята, я закину в рот еще пару конфет. А? Я только что слышала конфеты? Ты же знаешь, что конфеты у меня на уроке запрещены! Я уверена, что слышала! Я не выдумываю! Но лучше мне закончить задание. Та-да! Неправильно! Ты забыла про эту часть! Я же говорила! Это конфеты! Вы их спрятали! Нет-нет-нет! Поставлю пять, если будешь молчать! А теперь иди на свое место и никому не говори! Кажется, я начала немного понимать математику. Ага, угу! Я тоже! О, чего же ешь? Дай мне тоже! Поделись! Вообще не понимаю, о чем ты! Хм, наверное, мне показалось. Угу, да, скорее всего. Я уверен, что она просто их спрятала. Надо докопаться до сути. Сладкий детектив в деле! Не спрячется ни одна вкусняшка. Просто нужно найти вкусные улики. Ага! Вот и улика! Да! По цвету и размеру упаковки понятно. Это точно что-то вкусное! И оно спрятано в этой коробке! Ах! Нет! Да! Вот и тайник! На самом деле, это очень умный ход. Сначала достаньте цветные карандаши из коробки. Затем укоротите их в половину и верните на место. Со стороны кажется, что они нормального размера. Видите? Верхнюю часть коробки мы закрываем, а нижнюю оставляем открытой. Там еще есть место. Его можно заполнить конфетами. Эти фруктовые подходят идеально! Да! Не забудьте плотно закрыть коробку. и ваши запасы спрятаны от чужих глаз. Молодец, Мэдисон! А теперь делись! Хорошо! Раз уж ты раскрыл мой тайник, можешь взять одну штучку. Нет уж! Мне нужно больше! Ты ужасный человек, Джейк! Вот! Может, это и так. Зато конфеты прекрасны! О, вот как! Понятно! Да-да, все понятно! Просто жую свой шнурок. Ничего такого! Хм, Джейк что-то ест? Надо присмотреться. Похоже на шнурок. Стойте! Это еще что такое? Это не шнурок! Джейк, никаких сладостей на уроке! Ладно, извините. Что же делать? Я все еще хочу есть! О, похоже, у меня идея! Я просто хочу попить воды! О, какая вкусная вода! В смысле, освежающая? Джейк, я все вижу! Из стакана есть конфеты тоже нельзя! Окей, ладно! Серьезно, возвращайся к работе! Хм, он всегда живет ручку! Это подало мне крутую идею! Конечно, пора достать конфеты! Снимем крышку с фломастера и вытащим стержень! Не забудем про кончик! Хм, а он больше, чем я себе представлял! Как следует почистим изнутри! Следующий шаг конфета! Ставим конфету в маркер! Держится, как влитая! Надеваем заднюю часть! Все готово! Отлично! Конфетный маркер! Ммм, как вкусно! Я бы весь день это ел! Джейк! Что ты ешь? Я не ем! Просто жую маркер, как вы! О, ну тогда ладно! Продолжай! не могу поверить! Это сработало! Обожаю утро перед экзаменом! А ну постой! У тебя там шпаргалки? И как он их всегда чует! Прощайте верные ответы! Надо было учить уроки! Желаю удачи! Эх, детишки! Доброе утро! Моя тетрадь? Там ничего такого! Хорошо, Лили, можешь проходить! Что же мне теперь делать? Пока все хорошо. Похоже, он не очень внимательно искал и не увидел мою шпаргалку. Эй, ну почему я об этом не подумала? От моей линейки толку мало. Лили, можно глянуть? Просто открываешь вот так, видишь? Тут нам понадобятся две линейки. Берем шпаргалку и прилепляем к ней двусторонний скотч. Удаляем нижний слой, чтобы приклеить скотч к линейке. Середина шпаргалки должна совпадать с зазором между линейками, чтобы можно было сложить вот так. Спасибо. Я все написала. Я так устала. Ванна поможет мне отдохнуть. Лучше расчесать волосы, пока не сухие. Отлично. А теперь ванна. Что? Как же так? Где моя горячая ванна? В сливной пробке дырка. Откуда она взялась? И как мне теперь принимать ванну? Вечер испорчен. Отлично получилось. Эй, смотри, какой шарик. Спасибо. Какой милый. Постой, ведь это же решение моих проблем. Ты меня выручил. Эй, она забрала мой шарик. Хорошо, что у меня есть еще один. Итак, возьмемся за дело. Сперва отрежем заднюю часть шприца. А теперь очередь воздушного шарика. Нужно свернуть его вот так. Отлично. Затем берем половинку шприца и вставляем в шарик. Теперь надо добавить внутрь горячий клей. Не жалейте клея. Чем больше, тем лучше. Когда клей застынет, выньте обрезок шприца. Делаем это осторожно. Вот так. Осталось завязать. Ура! Новая пробка готова. То, что нужно. Теперь вода никуда не денется. Как же хорошо. Так расслабляет. Опять оставили после уроков. Итак, ты знаешь, что делать. Напиши это пятьсот раз. Мне и за год не справиться. Пятьсот раз? Это слишком много. Я больше не буду прогуливать. О, кошмар. У меня уже рука устала. Я так и до завтра не закончу. О, ты пролетела, молодость. Надеюсь, этого хватит. Нет, даже близко не пятьсот. Должен же быть способ ускорить процесс. Так, минуточку. Решение было прямо передо мной. Склеим все ручки вместе. Вот так. Теперь с другой стороны. Надо, чтобы все крепко держалось. Готово. Пора проверить, что получилось. Поехали. Я больше не буду прогуливать. Ура, работает! Можно писать сразу по четыре строки. Я настоящий гений. Это так классно. Ну вот, совсем другое дело. Я все сделал. Написал пятьсот раз. О, невероятно. Так быстро? Погодите секундочку. Я забыл вот это. Вот теперь все. Нет сомнений, что ты выучил свой урок. Молодец, хороший мальчик. Ты меня очень порадовал. Фуф. Теперь нужно все это подсчитать. Не могу поверить. Он просто молодец. Увеличим количество пять тысяч раз. Что? Где мой телефон? Сегодня контрольная? Мне нужно готовиться. Не веришь, что я опять все проспал? Два минус семь. Прибавить к периметру круга B. А, я не знаю, хватит ли мне сил. Как мне запомнить все эти формулы? Это просто нереально. Секундочку. Посмею ли я? О, я точно посмею. Нужна дополнительная помощь на экзамене? Сделайте два разреза на своем ластике. И достаньте вырезанный кусочек. Затем нанесите на разрез клей. Приклейте свою мини-шпаргалку. И закройте крышечку. Фу, еле успел. Эй! Похоже, не я один нервничаю. Эй! Нужны подсказки? Вау! Конечно! Я справлюсь с этой контрольной одной левой. Главное не выдать себя. Окей, проходи. Следующий. Что это там у тебя? Шпаргалка? Меня не проведешь. С такими вещами нельзя. Так, выворачивай карманы. Посмотрим. Ладно, вот все остальное. Ох, мимо него не проскочишь. Эй, моя жвачка. Это может помочь. Прилеплю ее к оборотной стороне шпаргалки. Как не стыдно. Марш отсюда. Добрый день. Мне не терпится написать контрольную. Да, что ж, покажи свои карманы. Все чисто. Можешь зайти в класс. Ура, вот моя шпаргалка. У него на спине. Ага, это я придумала. Хорошо, начинаем контрольную. Ах, он сел за стол. Теперь ответа не видно. Эй, ты можешь что-нибудь сделать? Минуту. Простите, сэр. У меня вопрос. Оу, сейчас подойду. Быстрее, это наш шанс. Эй, попробуй сделать так, чтобы он повернулся в другую сторону. Окей. Сэр, у меня тоже есть вопрос. Получилось. Скорее спиши ответы. Да, мы все напишем на пятерки. Замечательно. Ух, время перекусить. Я так проголодался. Не терпится все съесть. Ух, что это там у Кевина? Привет, Кевин. Не поделишься с нами? Ну, ладно, наверное... Эй, моя кола. Окей. Что теперь? Так, вроде нет никого. Эй, Кевин. Что у тебя тут? Пожалуйста. Возьми заодно и это. Опять? Они все берут и берут мою еду. О, постой, мне звонят. Кевин, поможешь нарезать? Ну, ладно. Эй, минуточку. Я просто срежу верхушку. А теперь возьму драже M&M's. И насыплю в перец. Прямо как в стакан. А затем вновь закрою верхушкой. Можно сделать то же самое с огурцом и киткатом. Тыква тоже пригодится. В ней поместится весь мой лимонад. Наполню до краев, чтобы надолго хватило. Готово. Закрою крышкой вот так. Положу в корзинку с овощами. Совсем другое дело. Теперь еда в безопасности. Это решит все мои проблемы. Хм. Пожалуй, время пообедать. Посмотрим, что Кевин принес нам сегодня. Что? Сырые овощи? Ох, нет уж, спасибо. Они купились. А сейчас насладимся конфетами. Не могу поверить. Это было так просто. Пить тоже хочется. Ммм, блаженство. Дети, пора сдавать домашнее задание. Хорошо. Что? Что произошло? О, нет. Все испорчено. Что же мне делать? Ого. Только посмотрите. Идеально. О, хорошо. Мэтью, сдавай домашнюю работу. Да, сэр, уже несу. Что же мне делать? Все хорошо. Все в порядке. Я ее просто разглажу. Мэнди, сдавай домашнюю работу. Да, сэр. Может, он не заметит? Вот, возьмите. Посмотрим. Что с ней произошло? О, нет. Вот, забирай свои бумажки. Мне нужна еще салфетка. А? Больше нет. Минуточку. Ага. Это гениальная идея. Мне нужна пустая втулка. А еще ножницы. Я разрежу втулку посередине. А теперь лучшая часть. Декор. Вот так. Футляр для домашней работы готов. Выглядит здорово. Но мне так кажется. Возьмите мою работу, сэр. Хм, как раз вовремя. О, вы посмотрите. Очень симпатично. Спасибо, сэр. Я тоже люблю наклейки. Вы полюбуйтесь. Идеальная работа. Молодец. Я поставлю пятерку с плюсом. Ура. Спасибо, сэр. Пожалуйста. Смотри, чтобы все твои работы попадали ко мне в таком виде. Что за университет без вечеринок? Мы ведь всегда сможем позаниматься и завтра, не так ли? Уже довольно поздно, Бетти. Эй, мы тут уже совсем устали. Увидимся завтра в классе, девочки. Пора и мне на боковую. Да выключите уже это жужжание. Почему у меня ломит все тело? Ой. Я бледная, как смерть. Мне нужно попить. Вау. Да что с ней такое? Теперь я еще и насквозь мокрая. Ладно, попью попозже. О, это приятно. Может быть, это как раз то, что мне нужно? Хотите утром выглядеть более свежей? Чаша с холодной водой может творить настоящие чудеса. Мы говорим о ледяном холоде. Убедитесь, что ваша чаша достаточно большая. Затем залейте в нее побольше холодной воды. Как только это будет сделано, добавьте туда кубики льда. Да, вот так. Как только вода станет совсем холодной, начинается волшебство. Главное, чтобы лицо целиком помещалось в миску. О, да, это было освежающе. Прощайте опухшие глаза. А я свежа, как Маргаритка. Прекрасный день, не так ли? Только бы не уснуть. Привет. Ого. Я здорово выгляжу, правда? У меня голова просто раскалывается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА